В этом видео вы узнаете об устройстве и работе трансмиссии автомобиля Toyota Prius. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Рассмотрели схемы. Теперь разберемся, зачем в этой конструкции дифференциальный механизм и как он работает на примере макета. Этот механизм имеет три звена. Это звена. Коронное зубчатое колесо, солнечное зубчатое колесо и водила. Между этими звеньями установлены сателлиты. Сателлиты вращаются на осях, жестко соединенных с водилом, и входят в зацепление с коронным и солнечным зубчатыми колесами. Все эти звенья в таком механизме могут вращаться независимо друг от друга. То есть вращение одного звена не приводит к строгой кинематической зависимости, во вращении двух других звеньев. Если входное звено одно, а выходных два, то дифференциальный механизм делит поток мощности на два, если наоборот, то складывает. Кинематическая зависимость же образуется в случае добавления связи, например, остановки одного из звеньев. В таком случае образуется либо планетарная передача, либо вальная многопоточная передача с паразитными зубчатыми колесами. Такие примеры можно поискать в планетарных коробках передач. Также кинематическая зависимость между звеньями может быть установлена, если заданы частоты вращения двух звеньев. В таком случае частота вращения третьего звена будет иметь строгую зависимость от первых двух. Зависимость можно выразить уравнением Виллиса. В третьем случае, когда можно установить частоту вращения только одного звена, кинематическая зависимость для двух других звеньев будет определяться силовыми факторами, то есть моментами на звеньях. По такому принципу, например, работает межосевой или межколесный дифференциал. Также для демонстрации этого случая подходит редуктор привода соосных воздушных винтов некоторых самолетов. А в случае с Toyota Prius мы имеем дело со вторым вариантом. В зависимости от сочетания частот вращения двигателей имеем конкретную частоту вращения выходного звена. Так как момент на выходном звене недостаточен для преодоления сопротивления движению автомобиля, а частота вращения слишком высокая, то устанавливают двухступенчатый редуктор, увеличивающий момент и уменьшающий скорость движения до приемлемого значения. Если объяснять на схеме, то пуск двигателя внутреннего сгорания осуществляется от мотор-генератора 1, питающегося энергией запасенной в батарее. Колеса, мотор-генератор 2 и коронное зубчатое колесо дифференциального механизма неподвижны. Двигатель внутреннего сгорания достигает 1000 оборотов в минуту при запуске. Если батарея разряжена, то частота увеличивается до 1200 оборотов в минуту и мотор-генератор 1 заряжает батарею. Все упоминаемые числа будут приводиться для трансмиссии автомобиля Prius XW20. Важно понимать, что момент от двигателя делится между мотор-генератором 1 и колесами в соотношении 28% к 72%. Но после запуска двигателя вся мощность идет на мотор-генератор 1. Когда коронное зубчатое колесо начинает вращаться, часть мощности от двигателя внутреннего сгорания начинает поступать колесом, минуя батарею. Чтобы поддерживать заряд батареи, частота двигателя внутреннего сгорания увеличивается. Если вы жмете педаль акселератора до упора, то на скорости 40 км в час от двигателя внутреннего сгорания к колесам поступает 60% мощности. Остальное от мотор-генератора 2. При скорости 96 км в час двигатель внутреннего сгорания обеспечивает уже 75% мощности, поступаемой на колеса автомобиля. Когда разгон завершен, можно потреблять меньше мощности. Для движения со скоростью 64 км в час достаточно 3,6 кВт, для 80 км в час 5,9 кВт, а для 96 км в час 9,2 кВт. Частота двигателя внутреннего сгорания при этом снижается. Но частота мотор-генератор 2 и коронного зубчатого колеса остается высокой. Это значит, что солнечное зубчатое колесо вместе с мотор-генератором 1 начинает вращаться в обратную сторону. Таким образом, для создания опоры сателлитам необходимо изменить направление момента и потока мощности между мотор-генератором 1 и двигателем внутреннего сгорания. В таком случае мотор-генератор 1 питается электроэнергией из батареи, которая подзаряжается мотор-генератором 2. При движении накатом мотор-генератор 2 заряжает батарею и замедляет автомобиль. Двигатель внутреннего сгорания неподвижен. Но при скорости выше 67 км в час частота мотор-генератора 1 должна быть выше 6500 оборотов в минуту, что недопустимо. Поэтому мотор-генератор 1 начинает работать в режиме генерации энергии и добавляет момент, который, раскручивая водила вместе с двигателем внутреннего сгорания, позволяет ему не превышать частоту 6500 оборотов в минуту. Такой режим позволяет двигаться на скоростях до 104 км в час. При торможении осуществляется точно такой же процесс, только мотор-генератор выдаёт больше электричества, а двигатель внутреннего сгорания с закрытыми заслонками создаёт больше сопротивления. На заднем ходу мотор-генератор 2 за счёт энергии батареи вращает колёса в обратном направлении. Если энергия в батарее иссякнет, то запускается двигатель внутреннего сгорания, который заставляет мотор-генератор 1 вырабатывать электроэнергию. Посмотрите ещё немного и узнаете, а что ещё смогли придумать инженеры Тойота. У японского производителя имеются и другие модели трансмиссий для транспортных средств с гибридной силовой установкой. Имеется целая линейка трансмиссий для привода ведущих колёс в случае продольного расположения двигателя внутреннего сгорания. Обозначение таких трансмиссий начинается с латинской буквы L. Такие трансмиссии представляют собой планетарные коробки передач, в которых в качестве элементов управления используются фрикционы. Со звеньями планетарной трансмиссии соединены роторы одного или двух электродвигателей, встроенных в трансмиссию. По аналогии с такой конструкцией выполнена новейшая модель гибридной трансмиссии Тойота PC-60. Данная трансмиссия установлена на автомобилях Тойота Crown TZSH-35, Toyota Grand Highlander TASH-15, Lexus LM500H-TOH-15, Lexus RX500H-TALK-17, Lexus TX500H-TALK-16. Устройство силового агрегата очень простое. Он состоит из двигателя внутреннего сгорания, мотор-генератора, шестиступенчатой автоматической коробки передач со встроенной главной передачей, имеющей межколесный дифференциал. Принцип работы таков, что либо двигатель внутреннего сгорания приводит мотор-генератор, либо наоборот при запуске, либо мотор-генератор вращает колеса через коробку передач, либо наоборот при рекуперации кинетической энергии, либо двигатель внутреннего сгорания совместно с мотор-генератором вращают колеса через коробку передач. Загадкой для меня пока что является внутреннее строение этой коробки передач. Учитывая, что на англоязычных рисунках есть надпись Direct Shift, подразумевающая применение коробки передач с двумя сцеплениями, конструкция должна быть вальной, а не планетарной, как на трансмиссиях серии L. Эта же информация повторяется в технических спецификациях автомобилей, на которых установлена такая трансмиссия. Поэтому, если у вас есть какая-то информация об этой трансмиссии, пишите в комментариях, будем разбираться. Продолжение следует... Продолжение следует...